Чего только нет Но все-таки хочется, хочется страшно Возглашай, заглянуть бы, заглянуть грядущие И узнать бы, что за судьбы, и узнать, что за судьбы Ждут тебя, человек Чего только нет, у чего только нет На этом, на белом, на свете Повсюду минувшего времени след А мы за сегодня в ответе С тобою нам дом возвести суждено Мне завтрашний вспомнят вчерашний Нам жить интересно и весело, но Но все-таки хочется, хочется страшно Хоть глазочком заглянуть бы, заглянуть грядущий век И узнать бы, что за судьбы, и узнать бы, что за судьбы И узнать бы, что за судьбы, и узнать бы, что за судьбы Ждут тебя Ждут тебя, человек Московское время Московское время, 7 часов 35 минут Передаем последнее известие Хорошие урожаи на нас вырастили земледельцы Чукотки Первая партия плодов отправлена в детские сады Юный геолог Коля Герасимов нашел на Ганимеде алмаз диаметром в полметра Ну как у нас дела? Все системы корабля функционируют нормально Курс? Норма Скорость? Норма Расход топлива? Норма Так держать Десять, капитан И о погоде Сегодня в Москве без осадка Ветер юго-восточный уверенный Температура воздуха плюс 18 градусов К сведению Грибников Завтра намечен Грибной дождь Продолжительностью в 22 минуты Алиса, ну скоро там? Потерпите еще немного Ну как у нас дела? Приближаемся к расчетной точке Встречайте своего друга, а я дальше полечу Ждем тебя через два месяца Через шестьдесят шесть суток Да, через шестьдесят шесть суток, три часа и восемь минут Ты педан зеленый Я люблю точности порядок Лучше бы каникулы на море провели И Алисе было бы полезней Бледная она у вас А ты ее за собой тащишь Но она так мечтала об этой экспедиции Не делай ребенка в пыли копаться Я обещал Прошу всех к столу Ужин готов Наконец-то Да Алиса, ты гений Ты просто гений Я старалась Ведь сегодня прощальный ужин Капитан Есть очень хочется Прошу садиться Что? Что это такое? Этого не может быть Не бойся, она летит со мной Сейчас же за борт эту гадость Это не гадость, а лягушка И не лягушка, а заколдованные принцессы И ты хотел ее убить Ты хотел выкинуть ее в черный космос Простите, ваша высочница Капитан зеленый ужасно воспитан Алиса, что это значит? Зачем ты притащила лягушку на корабль? Папа, ты меня удивляешь Ее дал мне волшебник Ууух из эпохи легенд Все так просто Селезнев, тебя Алиса не беспокоит? Какие-то странные фантазии Принцессы, волшебники Ешь Очень вкусный салат Алиса так старалась для тебя А ты знаешь, в эпоху легенд Ведь действительно могли жить и заколдованные принцессы И ведьмы, и волшебники Что-то их никто не видел Куда же они, прости, делись? Понятно куда, вымерли Откуда же ты о них знаешь, если они вымерли? Из сказок Все так просто Не бойся, я ее в банку посадила Я не боюсь Только я с детства терпеть не могу Червяков, лягушек и... Я за вас боюсь Я думаю, что ее может спасти только любовь Да, но где же найти достойного принца? Да и сама она ужасно разборчивая Опять? Я так больше не могу Мне кусок в горло не идет Не волнуйся, Зеленый Скоро мы попрощаемся И на твоем фигате наступит тишина и твой любимый порядок Внимание, внимание, справа по курсу космический корабль Ну вот Папа, это же наш Громозека Набор координатной информации Есть, капитан Выход на связь Ясно, капитан Громозека Тебя вызывает Пегас Селезнев на связи Ты меня слышишь? Громозека Тебя вызывает Пегас Селезнев на связи Почему не отвечаешь? Это не Громозека Это другой корабль Как другой корабль? А где же Громозека? Сейчас выясним Странно, в справочнике Ллойда Сомова он не значится Но этого не может быть Знаешь, что не может Прошу дополнительные сведения Есть, капитан Размеры колоссальные Я такого еще не встречал Молчит На основании косвенных данных делаю вывод Это Черный Странник Черный Странник? Космическая смерть Я думал, это легенды Экипаж Экипаж приготовится к повороту Мы срочно возвращаемся обратно Почему? Мы возвращаемся в зону планетарной связи Чтобы вызвать патрульный крейсер Но мы не можем улетать Здесь где-то Громозека Он ничего не знает Двигатели корабля Черный Странник Как основные, так и вспомогательные Не функционируют Внешне общинство корабля Звидетельствует о том, что он находится в полете тысячу лет Внешне антенны повреждены Зеленый Давай возьмем его на абордаж И доставим на землю На абордаж его возьмут те, кому положено Судя по всему, корабль мертв И опасности не представляет наш долг обследовать его И предупредить Громозеку Зеленый, миленький, давай высыпаемся, а? На ваш запрос сообщаю Корабль, именуемый Черный Странник Держит путь к земле При его скорости он достигнет земли через 16 дней Ты слышишь? Он движется к земле Зеленый, ну что же ты молчишь? Он же уйдет Внимание, набор стартовой готовности Есть, капитан Маневр на сближение с Черным Странником Движение параллельным курсом Подготовить к высадке модуль Все Ясно, капитан Я пойду на разведкатере Если через 30 минут я не вернусь Или если прервется связь На борту меня заменит профессор Селезнев Ясно, капитан Я приказываю ему На максимальной скорости идти к Плутону Плутону Есть, капитан Не предпринимая попыток спасти меня Капитан, не разумнее ли пойти мне? Я думаю Будет разумнее не обсуждать приказы командира Плутону Плутону Иду по обшивке Обнаружил входной люк Переходник Работу Вхожу в переходную камеру Вошел в длинный коридор Картинка у вас как? Хорошая? Да Система жизнеобеспечения функционирует Продолжаю движение Гравитация действует Притяжение почти норма По обе стороны коридора Помещение Пока заглядывать туда не будет Странно Что случилось? Да нет, ничего Хотя Кажется, слышу шаги Спокойно, зеленый Спокойно Громозека Папа, это же наш Громозека Не бойся, Громозека Он тебя не тронет Алиса, дитя мое, ты где? Мы здесь, мы рядом, мы на Пегасе Прилетели встретить тебя А я сначала принял черный странник за вас Вызываю никакого ответа Подлетаю ближе Чужой А тебе не страшно было туда забираться? Я археолог И этим все сказано Только начал обследовать корабль Как вдруг на меня нападает этот ваш фиолетовый Зеленый Вообще-то он хороший А тебя он просто испугался Испугался? Меня? Разве меня можно испугаться? Если честно, тебе надо привыкнуть Это тебе А Вот спасибо Не забыла Ах, как летит время, Селезнев Кажется, тем вернее Мне кажется, мне равно Я качал эту крошку на руках Только вот не помню, на каких Ну, что же вы раньше не сказали. Капитан, простите великодушно, что я сел на ваше место. Будем пить чай. Подай чашу. Ты не виделся, Громозека? Но на корабле должен быть порядок, а особенно на Пегасе. Да, капитан Зеленый очень любит порядок. Вот, например, у меня живет одна заколдованная принцесса. Так Зеленый считает, что это просто лягушка и хочет выкинуть ее за борт. Не может быть. Изверг. Спасибо, Алиса. Алиса, я был бы счастлив познакомиться с принцессой. Профессор Селезнев? Да. Вы собирались посетить странник? Да. Предупреждаю, время ограничено. В вашем распоряжении 70 минут. Папа, я с тобой. И не мечтай. А я полагаю, что Алисе следует посетить странник. Это ведь память на всю жизнь. Спасибо, Зеленый. Ты настоящий друг. Последний обитатель этого корабля умер 26 тысяч лет назад. Алиса, далеко не уходи. Хорошо. Это что же? Выходит, они ничего не знали, кроме своего корабля. Рождались, жили и умирали. Все здесь. Ужасно. Да. Они бывали на других планетах для того, чтобы грабить и убивать. Редактор субтитров А.Семкин Алиса, ну где ты там? Иду. Алиса, ну сколько тебя можно звать? Это что такое? Немедленно выброси эту гадость. А, многоуважаемый профессор. У меня складывается такое впечатление, что вы в некоторой степени, а может быть и в большой мере, немножко где-то забыли, что и вы когда-то были ребенком. Селезнев. Селезнев, срочно возвращайтесь на Пегас. Срочно возвращайтесь на Пегас. Девушки отдыхают Запись последних минут жизни Черного Странника Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Как это все странно И бессмысленно Да, в этом мало смысла Ах Ну тогда почему? Почему это случилось так вдруг? Это случилось, когда раб разбил лиловый шар Алиса, а где твой шар? В каюте Я сейчас принесу Не надо Не надо Не надо, я сам Их путь лежал к земле Это случайность или? Конечно, не случайность Они хотели нас завоевать Не говори глупостей, Алиса Даже сто странников не могли бы завоевать землю Трудно с вами взрослыми Трудно с вами взрослыми Чуть что, сразу глупости Чаю хотите? Чаю хотите? Да, пожалуй Ты знаешь, что казалось С лиловым шаром Вирус вражды Если он попадает в легкие человека Тот теряет рассудок И ненавидит абсолютно все Он хочет убивать Не веришь? Теперь мы знаем Как они завоевывали другие планеты Они высылали вперед корабль-разведчик Тот претал на планете лиловый шар И этот шар взорвался Как раз перед прилетом Черного странника Представляешь Люди ничего не подозревают Живут, работают И вдруг Начинают друг друга ненавидеть И идет война До последнего человека Я как подумал Что было бы Если бы я нечаянно Разбила шар Тогда бы я возненавидела Папу А папа громозеку А уж зеленый бы Точно убил тебя Алиса Ты не спишь? Нет, я думаю О, здравствуйте Ваше высочество Громозека Я тебя люблю Потому что ты доверчивый Я тебе сказала Что лягушка заколдованная И ты поверил Но почему же я должен тебе Не доверять? Алиса Ты уже взрослая Ты должна все знать Опять от меня что-нибудь скрывают? Я нашел Корабельный журнал О их разведкорабля Они летели Чтобы заразить Вирусом Вражды Землю? Когда они были у нас? Они были В эпоху легенд Ну и хорошо Чего же тут хорошего? Значит, Шардану сгнил И бояться нечего Он не сгнил Он может пролежать Миллион лет И не взорвался? Он взорвется В 8 часов 45 минут 16 августа 2087 года Сегодня шестое Значит В нашем распоряжении Осталось всего 10 дней Надо что-то делать Рассказал Я все ей рассказал Коллега Зеленый принял решение Доставить шар на землю И найти противоядие На случай взрыва Внимание всем Внимание всем Пегас стартует к земле Ускорение максимальное Старт через 5 минут Алиса Я здесь Скажи, пожалуйста Как лягушки То есть, прости, принцессы Переносят перегрузки Не волнуйся Она будет в аквариуме Всем занять амортизационное кресло Принцессу Убедительно прошу Нырнуть в воду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Земля, Земля Дайте немедленную посадку Очистить космодром Убрать все корабли Везем опасный груз Бегас, Бегас Земля вас слышит Повторите вашу информацию У нас на борту опасный вирус В таком случае посадка на Земле запрещена Будете ждать медицинский корабль Для прохождения карантина Извините, вы ничего не поняли Говорит профессор Селезнев Нам необходимо срочно сесть на Землю Вызывайте специалистов по вирусам Извините, профессор Но я не могу рисковать здоровьем людей Но вы поймите Земля может погибнуть через несколько дней Лиловый шар с вирусом оставлен на Земле Профессор, а не кажется ли странным Что вы везете на Землю шар Который уже на Земле Как же он попал сюда? Лиловый шар с вирусом вражды Оставлен на Земле Несколько тысяч лет тому назад Черным странником И он должен взорваться Как только черный странник Приблизится к Земле Черный странник? Да Но ведь это легенда Так увидишь эту легенду У тебя поджилки от страха лопнут Нет, черный странник мертв Послушайте, Пегас А не кажется ли вам, что это очень похоже на вторую серию Приключенческого фильма Битвы в черной галактике? Приказываю оставаться на орбите И ждать, пока я приму меры Они думают, что мы сошли с ума Мы вас очень просим Разрешите нам сеть Мы не будем никуда выходить Да, мы останемся в корабле До тех пор, пока не придут наши коллеги Внимание, внимание Патрульные службы Поднять на орбиту карантинный крейсер Содержать корабль Дегас Подозрение на массовый психоз Повторяю Патрульные службы Задержать корабль Дегас Подозрение на массовый психоз Но мы же не можем находиться на орбите И ждать, пока с нами будут разбираться психиатры А мы и не будем Всем приготовиться Начинаем экстренную посадку Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дегас Субтитры создавал DimaTorzok Сделайте, сделайте свое срочное сообщение Отдохнете, выспитесь А пока всем оставаться на своих местах Надо бежать Не убежишь Я знаю, что надо делать Вы остаетесь здесь, на Пегасе И отвлекаете их А я быстренько бегу к машине времени И мчусь в эпоху легенд В тот день и час, когда опустится разведкатель черного странника И там я попытаюсь найти Куда они спрячут лиловый шар Ну это не дело ребенка Ну вы же заблудитесь там через 10 минут Это же эпоха легенд А вы никогда там не были А у меня и знакомые там есть Ребенок рассуждает разумно Только одна поправка В эпоху легенд с Алисой Пойду я Хорошо Я привык тебе во всем доверять, Алиса В прошлое ты пойдешь с Громозекой Без него это путешествие будет слишком опасным И от него ни на шаг Зеленый Оставляю тебе свою принцессу Чтобы ты заботился о ней Какую принцессу? Алиса 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 Жил Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С этой минуты я оставляю свои сомнения Можешь располагать мной всецело Но куда же мы пойдем? Иди за мной Иди, иди, не бойся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дракончик Дракоша! Дракоша! Здравствуй! Увидишь ухо, передай, что мы ищем его Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А что это за глыба? Не удивляйся Обыкновенный волшебный камень Волшебный Прямо пойдешь, жизнь потеряешь Нам туда нельзя, ведь судьба земли от нас зависит Налево пойдешь, добро потеряешь Нам добро терять нельзя Правильно, а то мы станем злыми и жестокими Направо пойдешь, коня потеряешь Вот именно, у нас нет коня, нам нечего терять Значит, решено, идем направо Ну что ж, направо, так направо Можно войти? Входи, коли пришел Входи, входи, входи Ну что, пошли? С чем пожаловали гости дорогие? Дорогие, дорогие, дорогие Здравствуйте Меня зовут Алиса Кошей Канадет А я это... Я это... Это... Я... Я это... Вот это... Я... Людоедушка Вот А это мой друг Археолог Громозека Может, вы нам поможете У нас срочное дело Срочных дел не бывает Не бывает Не бывает Не бывает Вы сюда по какой дороге пришли? Видите ли, там вовсе не было никаких дорог Там же черным по белому высечено Ну, мы пошли направо Значит, ко мне Ки-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш produce А где конь? Какой конь? Нет у нас никакого коня А зачем же вы по моей дороге пошли раз? Нет коня? А-а-а Коня нет? Давайте добро Так не честно Добро дают на левой дороге А-а-а Значит, дороги все-таки есть А вы говорили, нет никаких дорог Хо-хо-хо-хо! Извините, многоуважаемый, но это просто демагогия. Не ругайся. Значит так, коня нет, добра нет. Так у вас и съесть недолго. Давай, людоедушка. Мои. 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 Хороший, милящий, красор. Ау, шучих ей. Мои, мои. Отпусти. Не мои. Отпусти. Отпусти мои. Не мои. Не мои. Ой, не мои, не мои. Случай сложный. Без бабули тут не разобраться. Простите, а кто это бабуля? Как это кто? Вабуля? Вабуля летает. Она же много. Умная бабушка. Да, бабуля. А как к ней пройти? А вот пойдете прямо. Идите. 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 Алиса, а кто это бабуля? Бабуля, это Баба-Яга Бабуля-ягуля Ведьма и злодейка Да у нас ее каждый ребенок знает Вон ее избушка Избушка-избушка, встань к лесу задом, ко мне передом Как? Что шумите? Избушка старенькая На каждого поворачиваться ног не хватит Но ведь так положено Мало ли что положено Как петь? Как петь? Песню, стой, лук-той, лук-той У меня черт Держи, не настрой Бабушка, 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 дед, иди младить, Дед, иди, кашу есть, а где моя большая ложка? Теперь готово! Узле горки, на пригорке, стоят 33! Пох! Пох! Не на эфир! Какие гости! Ой, какие гости! Здравствуйте! Бабуль! Здравствуйте, Коля, не шучте! Бабуль! Простите, нам нужна ваша помощь. Вы много летаете, видели и знаете. На землю не опускался воздушный корабль? Ковер-самолет, что ли? Да нет, скорее он похож на огромное яйцо. Так, выше деревьев. В котле варится, да не в раз на стол ставится. Я видел яйцо! А ты, смола иголка, а дырку делает. Делает, делает. Позвольте нам поговорить с мальчиком. А где вы видели мальчика? Я имею в виду вот этого. Герасика? А это не мальчик. Это враг. Всего живого преступника. Людоедушка, расскажи, как он тебе... А-а-а! Что вы здесь сказали, Демен? Делаешь, яду. Скажи, Демен? Пальца, пальца. Медвецы накунивают. Может, я так могу вкусно. Этот девочку из железа выковал. Девочка! Маленькую, красивенькую, вкусненькую, так? Эй! Вот. Сам выковал? Да, МБ, СМБ. Громный делаешь из него, когда все ее отсобрало. Платицу ее одел и ему подложили. Платица! Он начал девочку кушать, и он зубы обломал. Раскосил она. Житья от него нет, ни людям, ни скотине. Только кушает и кушает. А-а-а! Бабушка, решай, скорее, кусается. Потерпи-ка, наедушка. Ненавижу умникового. Да умный, дурак, не важно. Важно другое. Каждый должен знать свое место. Волшебник колдуй, дракон дым пускай. Людоед людей кушай. А людишкам в это вмешиваться не положено. Иначе порядка не будет. Значит, над нами можно издеваться, жрать, губить. А мы молчим? Нет! Сам свершок, а зло зашло! Видите? Если каждый человеческий детеныш! Сегодня зубы людоедушки, завтра голову дракону. А послезавтра руку подымет на самое. Ой! Бабуя! Ты че плетешь-то, типа он тебе на язык? А? А я и тобой, баба-яга, займусь. Ты ж не запряг, а уж поехал. Вот, видите? А ведь мы людям не враги. Нет, не враги. И лично тебе, Герасик, не враги. Не враги. Кое в чем-то нам даже нравишься. Ну, нарушаешься. Ну, что? Приговорили! Приговорили! А то давно мясо не варили. Приговорили! 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 Простите! Простите! Вы что собираетесь делать с мальчиком? Варить! Не сырым же его! А вот этого мы не позволим. Что? Поставьте ребенка на планету. Поставьте ребенка на планету. Ставь, стой! Я ловлю! Я ловлю! Это разумно. А вы мне как-то сразу понравились. Хе-хе-хе-хе. Громозека-богатыр! Ага! Алиса! Бегите! А ты? Ты забыла, зачем мы здесь? Бегите! Ищите корабль! Вперед! Алиса! Друзья! Смелее! Смелее! Нам есть, о чем с вами побеседовать! У меня сложилось такое впечатление, что вам еще не все я! Вперед на приступ, дураки! Громозека-богатырь! Громозека-богатыр! Алиса, чудище с тобой тоже человек? Какое чудище? А, это мой друг. Археолог Громозека. Он человек, только с другой планеты. Откуда? Ну, со звезды. С неба. М-м-м! Значит, небо все-таки не твердое. Алиса, послушай, а земля вертится или не вертится? Вертится, вертится. А я что говорил? Я догадливый, страсть. Вот послушай, что я придумал, пока они меня судили. Что мы все на волокушах таскаем? А что, если взять круглые чурки, между ними палку, а сверху доску положить и пускай себе катится? Как ты думаешь, получится? Обязательно. Это будет называться колесо. Герасик, еще долго идти? Сейчас придем. По камням осторожней. Тут ведь и без ног остаться можно. Они, прячься. Зачем? Увидят. Кто? Пришельцы, которые в этом корабле прилетели. Так ведь это же не корабль. Это яйцо. Герасик, ты еще многого не знаешь. Но неужели ты думаешь, такие большие яйца бывают? Какие снесут, такие и бывают. Некогда мне с тобой спорить. Сейчас самое важное узнать, они уже выходили или еще нет? Ну, как же они могут выйти, если яйцо целое? Вот как тенец проклюнется, тогда держись. Слышишь? Долбит. Это их двигатель. Нет. О, сейчас наберется силы выберется. Погоди, надо. А вдруг они готовятся к отлету? Нет, яйца не летают. Ты лучше послушай, что я придумал. Тише. Да он не услышит. Ну вот. Надую дымом пузырь, привезу к нему корзину, сяду в нее и полечу. Хорошо придумал. Что это? Птенец-птицырок. А ты что, цыпленка ждала? Ой, а какой же он будет, когда вырастет? Хм, ну и темные же у вас там в будущем. Хм, ну и темные же у вас там в будущем. А теперь бежим. Он такой смешной. Склюет будет не смешно. Хм, ну и темные же у вас там в будущем. Хм, ну и темные же у вас там в будущем. Хм, ну и темные же у вас там в будущем. Хм, ну и темные же у вас там в будущем. Скажи, почему яблоки с деревьев падают? Птицы летают, а яблоки на землю падают. Тише, они. Не понимаю, что это она яйцами раскидалась? Кто? Птицырок. Герасик, это не яйцо, это космический корабль. Ты в прошлый раз говорила, что корабль, а это было яйцо. А ты, оказывается, страшно упрямый. Еще посмотрим, кто упрямый. Яйцо, ты не яйцо. Уже обтенец вылупился, а ты все не яйцо. Ну что, убедился? Сейчас они произведут разведку и оставят на земле лиловый шар. Нам самое важное увидеть, где они его спрячут. И когда они улетят, шар надо будет забрать. Куда ты? Они же тебя убьют. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, плохо мальдела Субтитры создавал DimaTorzok 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 Алиса, ты где? Алиса! Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Ух, сюда! А? Алиса! Я здесь! А? Вот она! Алиса, ты не замерзла? Немного. Испугалась, небось. Испугалась, что меня не найдете. Скажешь, что же. Для друга 7 верст не околится. Вот здесь они спрятали шаг. Да, так просто его не поднять. Тут что-то придумать надо. Зачем придумывать? Вот это да! Ай, гераська! Отвлекаешь? Бери, гераська, скорее! А не придавишь? А их говорить много любишь? Бери скорее, гераська! Ну как, гераська? А я как увидел, ты шапку-невидимку надела и в корабль. Ну, думаю, Алиса. Как там наш громозейка? Алиса! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Волшебник тот самый Очень приятно Весьма польщен Рад познакомиться Всегда к твоим услугам, многомудрый громозек А теперь ко мне Дворец мой посмотрите Щербетом угощу, амброзией Дорогой, ух, нам нужно торопиться Нас ждут, волнуются Тяжелый Алиса А может возьмем его с собой? Спасибо, я бы с удовольствием Да дел у меня тут много Садись, Герасик До деревни подвезу Едем Да и скучно у вас там в будущем Все изобретено Хо-хо-хо-хо Хе, Герасик У-у-у Ай Ты не вспомнил, что ты хотел мне сказать? А разве я должен был... Забыл КОНЕЦ Алиса, вы дома? Нашли? Да, должен вам сказать, многоуважаемый профессор, что если бы не Алиса, с ее я бы сказал... Об этом потом. Нужно немедленно поместить шар в изоляционный бокс. А, да, я к вашим услугам, коллегам. Алиса, я вспомнил, что я хотел тебе сказать. Прости его, мы торопимся. Шар в любую минуту может взорваться. Какой? Этот? Так выбрось его. Куда? В море. Он в море заразит. Уважаемый волшебник У-У-Ух, вы меня простите, но нам не до шуток. У-У-Ух не шутит. Нельзя в море? Так выбрось на Луну. Там же люди, экспедиции. Тогда У-Ух выбросит его на Солнце. У-У-Ух не шутит. У-У-Ух совсем не шутит. Алиса, так вот, что я хотел тебе сказать. Принцессу может спасти только любовь. КОНЕЦ 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 Алёша. Алиса. Алиса. До свидания, Алиса.